Это День с Толком, в студии Кирилл Политов. Здравствуйте! Для начала анонсы. Закрыть нельзя оставить. Имущественный комплекс передается в аренду. Как краевые власти решали судьбу проблемного комплекса индустриальный? Шукшинские летние наши. Я так счастлив, что я приехал на Алтай, ибо это лучший кусочек земли нашей великой России. Как открывали 21-й по счету Шукшинский кинофестиваль. Показать предгорье Алтая во всей красе. А где-то познавательная тропа проходит через заросли крапивы высотой в человеческий рост. Кто первым рискнул пройти по Медвежьей тропе? Итак, 23 сотрудника тепличного комплекса индустриальный уже уволились. Еще 200 к августу должны перейти на другую работу. О судьбе одного из крупнейших барнаульских предприятий сегодня говорили в правительстве региона. За стол переговоров сели представители краевых ведомств и новосибирской компании, в которой уже готовят документы для аренды нашего тепличного комплекса. Предприятие предлагается закрыть и продать, чтобы не признавать его банкротом, потому что уже несколько лет индустриальный работает в убыток. Как проходило обсуждение, предлагаем посмотреть без комментариев. Почему мы должны принять решение о прекращении этого общества? Мы должны одновременно исполнять обязательства перед кредиторами и одновременно продолжать модернизацию и вкладывать средства в инвестиционную деятельность. А такой возможности у индустриального нет? Такой возможности у индустриального на сегодняшний день нет. На какую сумму может общество, находясь в сегодняшнем состоянии, производить продукции? Порядка 650 миллионов рублей. 650-700 миллионов выручки может общество собирать. Сколько на производство этого объема продукции ему нужно тратить денег? Порядка 700 миллионов. Кроме того, весь объем наших активов, ну хоть приблизительно пока оцененный по рыночной стоимости, не покрывает уже имеющихся обязательств, которые к сегодняшнему дню, вернее, к началу этого года набрали. Так же? Все правильно. И это предпосылки для того, чтобы поговорить о том, что нету перспектив. Все процедуры ликвидационные с учетом установленных законом действий составят не менее 6 месяцев. Путем заключения аренды на год. То есть мы, в принципе, это рассмотрели, принимаем, то есть данное предложение такое, готово заключить. И на этот год уже у нас есть составленный план инвестиций в районе 230 миллионов рублей. Реализовать программу мероприятия нужно в этом году. Эти мероприятия позволят добиться эффективно использования производства площадей. И на участке, где будут полностью выполнены до конца года из расчета, то есть 100 килограмм на метр квадратный, получить урожайность. На 20-й год нам запланировалось 120 килограмм с квадратного метра. Имущественный комплекс передается в аренду. Пока имущественный комплекс находится в аренде, готовится документация на продажу, на конкурсных условиях всего этого имущественного комплекса. Закрыть уже эту историю и закрыть ее корректно, нормально и ответственно. В истории края я тут посмотрел все, что не было пока такого. Лучший вариант, давайте забанкротим и дальше уж кодиторы, как хотят, пусть ходят облизываются. Не думаю, что это правильная позиция. Так вот, кстати, по мнению губернатора, на выплату всех обязательств индустриального средств все равно не хватит. Но Виктор Томенко подчеркнул, что в этой ситуации должно помочь правительство региона. А осенью вопрос поддержки поднимут и в Краевом законодательном собрании. Дмитрий Медведев поручил проверить все лагеря, аналогичные сгоревшему в Хабаровском крае. Премьер-министр рекомендовал Министерству просвещения совместно с Роспотребнадзором определить причины появления таких лагерей и устранить риск подобных инцидентов. Как сообщили в Краевом министерстве образования, в Алтайском крае сейчас не действует ни один палаточный лагерь. Всего за лето таких смен планировалось провести шесть. Вчера завершилась четвертая, это в Змеиногорском районе. Следующую планировали открыть 26 июля, но в связи с погодой и дымом дети будут жить не в палатках, а в домиках. Последняя смена стартует 6 августа. В прислужбе главного управления МЧС по Алтайскому краю подчеркнули, что пока поручения о проверках в их ведомство не поступало, но серьезных нарушений в алтайских лагерях до этого выявлено не было. Напомним, пожар в туркомплексе в Хабаровском крае произошел ночью. В лагере находились 189 детей от 7 до 15 лет. Огонь мгновенно уничтожил 20 из 26 палаток. На месте погибла 10-летняя девочка. Спустя несколько часов в больнице умерли еще двое детей, две девочки и 10-летний мальчик. Взрослые не смогли потушить возгорание сами, а спасатели были вызваны слишком поздно. А вот жители на Барнаульской улице Парашютной ждут, не дождутся дорожные службы. Все из-за того, что эта самая улица, особенно в сезон дождей, напоминает скорее болото. С середины 90-х там нет асфальта, но не ищите его. Причем не только на одной половине, а вот вторая, как это ни странно, может похвастаться дорожным покрытием. При этом жители говорят, что на всех документах улица значится полностью асфальтированной. Как это бывает, знает Андрей Дрейр. Весной только на парашюте, потому что на улице Парашютной асфальта нет. После таяния снегов и ливней дорога и вовсе превращается в непреодолимое болото. И это при том, что здесь живет много пенсионеров и инвалидов. Я сломала коляски инвалидные, сколько было. Жители говорят, асфальта на участке от Микронной до Красного Текстильщика нет с 94-го года. При этом тогда же дорожные службы укладывали покрытие на второй половине улицы. Десятки лет ничто не менялось и жители сами решили проявить активность. Начала я свой поход с Дорожного комитета, где узнала, что оказывается наша улица целиком и полностью асфальтирована от улицы Микронной до Комунаров. Представители администрации железнодорожного района сказали нам, что об этом ничего не слышали и помнят про улицу Парашютную. Но в год выделяют средства только на ремонт трех-четырех улиц. На территории района расположено 106 улиц, 62 проезда и 6 проспектов. Соответственно, удовлетворить все нужды единомоментно таким объемом не представляется возможным. Чиновники администрации ежегодно вносят предложения по асфальтированию улиц частного сектора. Но сказать, когда на Парашютной появится асфальтовое покрытие, нам не смогли. Только пообещали, что внимание на улицу обратят. Запомним. Единственное, что могу обещать, что при формировании плана 2020 год мы на эту улицу обратим свое внимание. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком. Обратил на себя внимание в этом году и 21-й Шукшинский кинофестиваль. Впрочем, еще бы. Полсотни звезд, красная коровая дорожка, живая музыка. Так, в Барнауле открыли знаменитый фестиваль. Барнаульцы начали занимать места, чтобы быть ближе к звездам заранее. Как это было и что нельзя пропустить в ближайшие дни, знает Дарья Эльдемиллер. До начала церемонии открытия Шукшинского кинофестиваля еще час, но гостей уже несколько сотен человек. По красной ковровой дорожке прошло более 50 известных личностей. В их числе Валерий Фомин, Игорь Жижикин, Алиса Гребенщикова, Алексей Петрухин, Лидия Боброва, Владимир Кот. Но, кажется, барнаульцы больше всего были рады актеру Андрею Мерзликину. На красной дорожке Шукшинского кинофестиваля Андрей Мерзликин, актер театра и кино. А вот президент 21-го Шукшинского кинофестиваля Виктор Мережко вообще на некоторое время пропал с красной ковровой дорожки. Сценарист, кинорежиссер, драматург, актер, писатель, телеведущий, народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР Виктор Мережко, город Москва. Но позже народный артист вернулся на путь и побил рекорд по популярности. К театру драмы Мережко шел не меньше 10 минут. Это ответственность и радость. Я так счастлив, что я приехал на Алтай, ибо это лучший кусочек земли нашей великой России. Здесь люди восхитительные. Я просто влюблен в край, хотел бы здесь часто бывать. Со звездами бесконечно фотографировались. В нашей съемочной группе, чтобы поговорить о Шукшинских днях с Андреем Мерзликиным, даже пришлось отстоять очередь. Показан спектакль по бессмертной киноповести «Калина Красная». Театр «Русская песня» в полном составе. Это около 70 человек. Человек будет постараться представить, как говорится, постарается обойти острые углы сравнения с кинокартиной. Это невозможно. Но мы постараемся уловить мир и все те интонации, которые нам всем так дороги, и они связаны с мировоззрением Василия Маккарна Шукшина. В этом году свое мировоззрение представят 10 режиссеров. В программе полноформатного игрового кино 10 фильмов. Их бесплатно показывают в кинотеатрах «Европа» и «Мир». Короткометражек 16. Их традиционно можно увидеть под открытым небом. Зрители уже готовы к эмоциональным потрясениям. Как всегда, жду, что будет очень нервно, очень много придется плакать, когда будешь смотреть это кино. Много придется переживать и над многим задумаешься. Я считаю, что здесь должен быть каждый житель Алтая. Просто, наверное, нет такой возможности. Это очень, конечно, обидно. Мы каждый год сюда приходим. Несмотря на то, что красную ковровую дорожку давно собрали и унесли, барнаульцы не думают расходиться. Впервые за всю историю Шукшинского кинофестиваля любой желающий, даже те, кто не успел приобрести пригласительный в зал, может увидеть церемонию открытия. Прямо на экране около театра драмы выводится изображение со всеми номерами, выступлениями. И для людей поставили лавочки, чтобы они ничего не пропустили. На сцене тем временем настоящие народные гуляния. Традиционная хореография, песни. Масштаб фестиваля впечатляет не только наших земляков, но и гостей Алтайского края. Мы шли сегодня по красной дорожке. Я подумал, что, наверное, не только в России, а в мире нигде нет такого кинофестиваля, где бы вот так по красной дорожке прошло столько писателей на его открытие. И, конечно, мы этим обязаны Василию Макаровичу Шукшину, который каким-то удивительным образом соединил в одном лице своем вот эти три. И близкие, конечно, очень искусства, но и на самом деле очень разные. Девиз кинофестиваля не меняется уже несколько лет. Нравственность есть правда. Это и есть главный критерий отбора работ. Алтайские зрители могут увидеть кинокартины, которые еще не были в большом прокате. Миссия, предназначение, если сказать по-русски, нашего кинофестиваля, конечно, в том, чтобы подарить, показать нашим зрителям современное, качественное, высокого искусства российское кино. Билеты на показы конкурсных фильмов бесплатные. Их можно было взять в кассах кинотеатров. Но сейчас это вряд ли возможно. Количество фанатов Шукшина и ценителей его творчества растет с каждым годом. Дорида Миллер, Николай Шелко. День с толком. Наверняка зарубежные гости захотят опробовать новую туристическую точку на карте нашего региона. Речь идет о новой экологической тропе, которая появилась в этом году в предгоре Ахалтайского края. Это больше 17 километров пешего маршрута по труднопроходимой тайге Чинитинского заказника. Путь под названием Медвежья тропа. Первыми из туристов маршрут опробовали, не поверите, школьники, участники летнего географического лагеря Русского географического общества. Илья Кочетков прошел этот путь вместе с ними и оценил, какие трудности, радости и открытия могут ждать будущих туристов на этой тропе. Раннее утро юг Алтайского края. Кордон заказника Чинитинский. Это особо охраняемая природная территория, раскинувшаяся почти на 70 тысяч гектаров. Тайга, горные реки, перевалы, ущелья, равнины. Настоящий Медвежий рай. Недаром тропу назвали Медвежья. Чуть раньше по ней прошли подготовленные специалисты, но туристов она встречает впервые. Причем детей, участников летнего географического лагеря. 17 километров по сути не так уж много, но здесь такие большие перепады высот. Так что посмотрим, как дети справятся. Специалисты Алтай природы объясняют, экологическая познавательная тропа – это не просто дорога из точки А в точку Б. Ее планируется смыслом. Назначение Медвежьей – показать алтайские предгория во всем разнообразии ландшафтов, животного и растительного мира. А егерь Валерий Лорионов, один из авторов тропы, говорит, специально проложил ее еще и так, чтобы можно было проникнуться подлинным уважением к природе. Чтобы человек мог насладиться природой и познать себя. Некоторые два шага делают и говорят, что они крутые. Но когда проходит 17-ки мы по горам, вот тогда испытай себя. А испытания, скажу от себя, были буквально на каждом шагу. А где-то познавательная тропа проходит через заросли крапивы высотой в человеческий рост. Подъемы и спуски, жара, местами комары. Юные географы в полной мере ощущают на себе все, что чувствовали все настоящие путешественники в те времена, когда землю изучали вот так, шаг за шагом. И одновременно вели путевые дневники. Ребята пытаются понять, на какой форме рельефа они сейчас находятся. То есть определили крутизну склона, определили координаты местонахождения и высоту. Разумеется, все интересовались, если медвежья, то где тогда медведи. Егеря отшучивались, мол, вы всех распугали, но на всякий случай были наготове. Зато, выйдя на огромное плато, встретили табун вольно пасущихся лошадей, как это было в те древние времена, до того, как их приручил человек. Вишенкой на торте стал спуск в пещеру Небинскую. Здесь сохранились отпечатки древней морской фауны, которая способна поведать самую раннюю историю Алтая. Возраст примерно ордовик Силур, то есть 380-450 миллионов лет. Причем видно, что залегание идет пластами. Это означает, что здесь было условие современного Красного моря, то есть теплое, соленое, мелкое море. В итоге дети признались, несмотря на то, что тропа непростая, а может и благодаря этому, она способна научить чему-то очень важному. Что-то чувствует животное между человеком и самим собой. Вот, например, я думаю, животное чувствует, что человек не сделал ничего плохого. Ну, именно мы, например. Мы не сделали ничего плохого для природы, потому что мы приехали с целью, чтобы изучить природу и что мы не вредили природе. Создание познавательных троп по территориям с нетронутой природой – это пока в Алтайском крае в новинку. Ченитинская тропа – один из пилотных проектов. Со временем его обещают дорабатывать, совершенствовать. Работники заказника говорят, теперь ясно, что для увлеченных наукой детей маршрут полезен и интересен. На очереди обычные туристы. Илья Кочетков, День с толком. Наш путь по выпуску традиционно завершим погодой. Какой она будет, узнаем через несколько секунд. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». У меня к этому часу все новости. Берегите себя. Продолжение следует...